В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Курс на Арктику. Сразу пять промышленных гигантов региона будут задействованы в реализации крупнейшего инвестиционного проекта. Дань традициям. В Самаре прошел фестиваль национальных свадеб. Ушел в школу и не вернулся. В Самаре разыскивают 16-летнего подростка. В Самаре разыскивают подростка. Он пропал 1 сентября. 16-летний Александр Вельмин пошел утром в школу и не вернулся. Отец мальчика обратился в полицию. Телефон ребенка работал до 5 сентября. Поступали звонки на телефоны некоторых друзей. Сейчас они не могут сказать, где находится Александр. Возможно, не хотят. Обычно подросток часто встречался с друзьями около фонтанов на улице Осипенко и на набережной. В последнее время Александр часто прогуливал школу, предпочитал компанию друзей-музыкантов и собирался в Санкт-Петербург. По словам знакомых, стеснялся появляться в школе из-за неудачных экспериментов с внешностью. Примета Александра Вельмина – рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, крашеные. Был одет в серый свитер, черную кепку, черные джинсы и серые кроссовки. Всем, кому известно местонахождение Александра, могут позвонить по телефонам, указанным на экране. Новый этап освоения Арктики пройдет с участием самарских предприятий. Сразу пять промышленных гигантов региона будут задействованы в реализации крупнейшего инвестиционного проекта в газовой отрасли. Задача изготовить оборудование для строительства завода по производству жиженого газа. Это будет вторая очередь Ямал-СПГ. Стратегическое партнерство закрепили документально руководители предприятий региона и компании Новотек. Какие в этом плюсы для Самары, знает Олег Зверев. В новейшей истории России вряд ли найдется другой столь же масштабный и значимый проект, как освоение Южно-Тамбейского газового месторождения. Общая сумма инвестиций в реализацию Ямал-СПГ составит порядка 27 миллиардов долларов. В рублях это более полутора триллионов. Проект поддержало российское правительство, в том числе и финансово. Для Самары важно, что часть заказов компании собирается разместить на предприятиях региона. Вопрос участия промышленного комплекса губерния обсудили на встрече губернатор Николай Меркушкин и глава Новотека Леонид Михельсон. Уже сегодня для нас исключительно важно, что пять очень крупных, где работают десятки тысяч людей в Самарской области, отобраны, которые могут иметь заказы, поставки, длительные поставки, долгосрочные договора в тот проект, который вы реализуете. Много проектов делается и планируется с половиной проектов в Америке. Мы обладаем информацией, мы знаем, почем газ. Это легко посмотреть по фондовому рынку. Мы знаем, какая у них себестоимость сжижения. Наша задача совместная – добиться себестоимости меньше при конкурентной цене. У нас в зале же намного лучше, чем слабо собой. Сразу пять соглашений подписаны с крупнейшими заводами. К работе привлекут такие предприятия, как РКЦ «Прогресс», «Электрощит» и «Сызранский тяжмаш». Они должны изготовить оборудование для завода по производству жиженого газа. Он предусмотрен во второй очереди. Срок реализации до 2024 года. Причем самарские промышленные гиганты получат доступ к документации еще на этапе проектирования. То есть от них ждут конструктивных предложений по улучшению параметров. Действительно, промышленный регион, уникальный регион и у него серьезное будущее. А вот в таком альянсе с транснациональной компанией, какой является, ну, так, конечно, здесь есть неисчерпаемые возможности сотрудничества. Сейчас в проекте задействовано 15 иностранных компаний. Но стратегическая цель – отказ от импортных комплектующих. Тем более, что по оценкам экспертов, отечественные предприятия производят оснащение лучше зарубежных аналогов. В частности, это касается электрооборудования. Примерно 10% всех работ могут выполнить заводы самарской группы. Но и эта доля оценивается в астрономическую сумму – в сотни миллиардов рублей. А это тысячи новых рабочих мест. И еще одно соглашение «Новатэк» заключил уже с областным руководством. Оно касается развития волейбола, в частности, поддержки детских спортивных школ и продвижения новокувышевской команды мастеров. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Сделано в Самаре. Сделано с душой. На площади Куйбышева развернулась уникальная выставка – ярмарка самарских производителей. Сувениры, одежда, еда и напитки – все это можно было не только продегустировать, но и приобрести на память. Не удержалась от покупок и Юлия Черняева. С истинным самарским лещом в руках. В модном пальто от самарского дизайнера. Здесь, на главной городской площади. В день рождения Самары. Здесь проходит ярмарка, выставка «Сделано в Самаре». И действительно, под этим можно подписаться. Ведь то, что сделано в Самаре, сделано с любовью, качественно, удобно. Впервые на ярмарке были представлены 10 местных дизайнеров одежды и аксессуаров, которые устроили для всех зрителей настоящий фэшн-показ. Покупают с удовольствием, да, все счастливы, рады, потому что одежда достаточно интересного кроя, как правило, у нас, то есть не просто футболки, свитшоты. Мы пытаемся создать что-то интересное, креативное. Вот. И, как бы, опять-таки, поддержать патриотический дух. На площади поистине родной самарский дух. Тут и там сувениры с символикой города, запах свежей выпечки и даже настоящие самарские коты. Уникальная выставка-ярмарка собрала более 40 местных производителей, которые лично отвечали за качество своей продукции. Испанская закуска с самарской душой. Именно так называются наши закуски. Тапос. Всевозможные удивительные вкусы и начинки. Ира укладывает свою душу и любовь. И это главный ингредиент. Фантастично все нравится. Прекрасные вот торговые ряды, прекрасная ярмарка, на которой разнообразный товар. Ну и, конечно же, вкусная еда. Вот мы прошли здесь, выбрали самые вкусные. Это выбрали. Также все желающие могли принять участие в экскурсиях по городу, пешком или на автобусе. Более для семи пешеходных экскурсий в продолжительности полтора часа. И три экскурсионных автобуса уже сейчас нашли от площади Куйбышева. Трехчасовая экскурсия по городу. Безусловно, экскурсии все под одной тематикой. Самара – город боевой и трудовой славы. Ну, это некий подарок от туристических компаний города. Сделано в Самаре. Выставка, которая, по словам организаторов, должна стать не просто регулярной, а востребованной площадкой, где каждый производитель региона сможет показать свой товар лицом, будучи уверенным в его высоком качестве. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. Почти 13 тысяч самарских школьников отдохнули в пришкольных лагерях этим летом. А также для ребят работали палаточные лагеря, туристические походы, учебно-тренировочные сборы и многое другое. Сезон завершили успешно. В торжественной обстановке наградили лучших представителей профессии, педагогов, которые все лето провели вместе с детьми. За организацию социально значимых массовых мероприятий для детей Светлана Агафонова получает почетную награду. Творческие коллективы 15-й школы искусств этим летом побывали почти во всех школьных лагерях Кировского района с концертами. Почему у нас, например, образцовые коллективы являются таковыми? Именно потому, что педагоги летом организуют творческую какую-то жизнь детей. Понятно, что это от них потребует усилий. Нужно поработать с родителями, подготовиться с детьми. Но это, конечно, затем уже на протяжении года помогает реализовывать свои какие-то творческие задачи. Победители конкурса на лучшую организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей получили почетные грамоты, памятные подарки, а также пожелание не останавливаться на достигнутом и с каждым годом совершенствовать свое мастерство. Мы ведь уже начали готовиться к летнему сезону 2017, да или нет? Конечно, да. Поэтому до свидания лета 2016, и да здравствуй, ты здравствуй, и пора, и ждем, и приветствуем, и готовимся к лету 2017 года. Так и есть, не успев завершить один летний сезон, педагоги начинают активно готовиться к следующему. Ведь чтобы дети легко осваивали новое, в них нужно пробуждать искренний интерес. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Квартира или машина – главные призы акции «Выборы Гоу». Участниками акции может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы побороться за множество ценных призов, необходимо установить приложение «Выборы Гоу» на свой смартфон на базах Android или iOS и следовать инструкции. Подробные условия можно увидеть на сайте, который указан на экране. Организаторы заявляют основная цель – поощрить молодых людей за высокую гражданскую активность. Мы действительно стремимся поощрять активность. И общая миссия этой акции, она именно в том, чтобы ребята не только сами шли голосовать, но еще активно об этом заявляли и приводили с собой друзей, побуждая их принять участие, как минимум поддержав их, ну и просто лишний раз подчеркивая значимость выборов как явления, делая их, подчеркивая, еще раз ближе к молодежи. Женитьба с этническим колоритом. В Самаре прошел фестиваль национальных свадеб. Казахи, чуваши, татары, русские – более полутора сотен пар вступили в семейный союз по народным традициям. Каковы национальные обряды и как принято чествовать молодых, узнала Алина Чемерес. Величать молодых в первый день их совместной жизни – давняя русская традиция. Считалось, что этот обряд призван защитить жениха и невесту от темных сил и помочь им создать крепкий семейный союз, а также служит символом перехода к новой жизни. Девушка совершала не только горизонтальный переход, переходя из одного дома в другой, она совершала еще и переход вертикальный из одного состояния в другой, то есть она переставала быть девушкой, становилась женщиной, приобретались новые какие-то права, новые какие-то обязанности, она меняла все. И вот этот переход обязательно должен был защититься вот этим обрядом. Это как, знаете, шов закрыть вышивкой богатой. Это очень значимый день, волнительный, тревожный. Какую-то тревогу, но вместе с тем ощущение, что все будет хорошо. Это самый главный день в нашей жизни. Фестиваль национальных свадеб проходит в регионе ежегодно. На этот раз он объединяет 167 пар. Красочные костюмы, народные обряды, песни и танцы в этот день новые семьи создаются с национальным колоритом. Сегодня женятся русские, казахи и чуваши. В Самаре свадьбы по народным традициям играют не только в дни фестиваля. Когда у молодоженов есть предпочтение провести или обряд национальный, или же чтобы это была какая-то изюминка на самой государственной регистрации, заключение брака. Двусловно, их мнение всегда учитывается. И я еще раз говорю, стараемся подойти индивидуально к каждой паре. Не только увидеть яркую свадьбу, но и познакомиться с культурой народов, проживающих в регионе. Одновременно с красочными церемониями работает выставка национальных головных уборов, которые можно примерить. Девочий головной убор отличается тем, что уже купол вверх, называется тухья. Это до замужества девушки одевали. Когда уже замуж выходишь, на второй день обязательно свекров одевает невеста. Вот такой головной убор. По соседству с выставкой мастер-классы по плетению изделий из деревянных прутиков, гончарному делу и ткачеству. На Руси к замужеству девушки готовились заранее. Сами ткали себе приданные. В том числе вот такие пояса. Их носили всегда и везде. А на свадьбу делали только самые яркие и красивые. Техника старинная. Бердо и челнок. Работа очень кропотливая. Все по каждой ниточке нужно затягивать. Это занимало много времени. Это сейчас у меня полотно очень узкое. Оно могло быть в разы шире. Кроме Самары, фестиваль национальных свадеб приняли в Тольятти. Организаторы уверены. Для региона, где проживают более полутора сотен народов, важно показать красоту и богатство традиций каждого из них. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По словам очевидцев, на пересечении Московского шоссе и улицы Дальней девушка за рулем Киа Рио пыталась на Красный проскочить по Московскому шоссе. Форд поворачивал на Дальнюю. В результате аварии Киа оказалась в Канаве, которую дорожные рабочие вырыли на обочине для укладки электропроводов. Жители Самары пожаловались в прокуратуру на порно-сайты. Во время мониторинга сети информация подтвердилась. Как оказалось, доступ на сайты свободный, а значит, просмотреть их могут и несовершеннолетние. По результатам проверки прокуратура Советского района направила в суд иски с требованием закрыть доступ к 25 интернет-ресурсам. Сейчас иски находятся в стадии рассмотрения. Растет туристическая привлекательность Самары. Столица региона оказалась в новом издании прославленного британского путеводителя Долин Киндерсли. Эти путеводители – уникальные гиды по странам и континентам, которые считаются одним из лучших в мире. Самара обошла другие регионы ПФО и представлена там с картой основных достопримечательностей. По мнению экспертов, это действительно признание туристической привлекательности. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. ЧП районного масштаба в Самарском районе ликвидирует последствия коммунальной аварии. Подготовка к холодам по всем направлениям в Самаре чистит ливневую канализацию. Уникальные природные ландшафты, турбазы, игронолыжные комплексы. Красноглинский район может стать новым туристическим центром. Концепцию развития одного из самых больших районов обсудили на расширенном совещании администрации Самары. Я прошел всю Самару пешком. В программе «Город Эдз» заслуженный строитель России, почетный гражданин Самары Виталий Симонов. Смотрите в 18.15. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова